Новые подробности в деле по отравлению новичком в Великобритании. Последний пострадавший выписан из больницы и активно сотрудничает с полицией. На каком этапе расследования и что известно на данный момент, расскажет наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. Масштабные поиски смертельного нервно-паралитического вещества возобновились с новой силой. Люди в защитных костюмах и масках наводнили парк в Солсбери. Именно здесь уже покойная Дон Стерджис и ее друг Чарли Роули нашли емкость, которую приняли за флакон с духами. И сейчас судмедэкспертам нужно убедиться, что собраны все возможные улики, а также, что в зеленой зоне не осталось ни малейшего следа от боевого яда новичок. Этот парк очень популярен среди местных жителей, особенно в выходные и на праздники. Сотни детей обычно играют друг с другом в речке и на ее берегах. Мы надеемся, что обычная жизнь здесь поскорее возобновится. Детективы по делу новичка стали намного активнее неделю назад, когда последний пострадавший пошел на поправку. 45-летнего Чарли Роули уже выписали из больницы. Известно, что ему еще предстоит долгий период реабилитации. В организме Чарли больше нет яда, и он не представляет опасности для тех, кто его окружает. Об этом сообщила Организация по общественному здоровью Англии. Куда увезли Чарли Роули, неизвестно. О месте пребывания ключевого свидетеля по делу о новичке не сообщили даже ближайшим родственникам. Младший брат Чарли надеется, что сможет с ним пообщаться хотя бы по телефону. Это просто ужасно. Сам факт неизвестности очень волнует меня. Я не ем нормально, не сплю. Никогда бы не поверил, что нечто подобное может произойти в моей семье. Но главное, чтобы Чарли полностью выздоровел. Мэттью разрешили только один визит в больницу. С тех пор он брата не видел. Говорит, Чарли еще очень слаб и не может вспомнить, где именно он и его подруга нашли флакон с новичком. Но сообщил, что Стерджис нанесла яд на кисти рук, как духи. А потом емкость треснула в руках у Чарли. Полиция не спешит делиться подробностями расследования. И именно, чтобы не произошло утечки информации, Роули не разрешают контактировать ни с семьей, ни с друзьями. Но все же прессе стало известно, что полиции удалось идентифицировать подозреваемых в атаке. И похоже, что Скотланд-Ярд очень близок к разгадке, кто и как применил оружие массового поражения на британской земле. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.